Всем привет! Еще одна неделя позади и мы рады поделиться свежими новостями. Сегодня в выпуске. Финал ВЦГ, фавориты и аутсайдеры. Про-лига, Тим Дигнитос уходит в отрыв. Танки в Вегасе и мастер-класс от Левши. Танки в Вегасе и мастер-класс от Левши. Танки в Вегасе и мастер-класс от Левши выходит по две команды. Затем игры на вылет до одного поражения. Теперь о составах группы. В группе Д явными фаворитами выглядят Китай и Германия. Великобритания в прошлом году запомнилась лишь яркими париками и хорошим настроением. Поэтому если она или Япония выстрелят в этом году, я буду сильно удивлен. В группе С выступят Вьетнам, Франция, Корея и Австралия. Явный лидер — команда Вьетнама. На прошлом ВЦГ они заняли четвертое место. Позиции Кореи в танках пока не так крепки, как в других киберспортивных дисциплинах. О командах из Франции и Австралии я слышал не больше вас. Здесь можно ждать любого поворота событий. Но думаю, что верхние две строчки достанутся Вьетнаму и Корее. Переходим к группе Б. Здесь на фоне команды из Таиланда и Тайваня фаворитами выглядят Мао Спортс и, конечно же, Фалькрум Гейминг — бронзовый призер ВЦГ-2012. Сенсаций не ожидается. США и Польша наверняка и без проблем выйдут в плей-офф. Ну и под конец. Самая жара. В группе А компанию бедолагам-канадцам составят белорусы, украинцы и россияне. К сожалению, как бы мы все не переживали за братьев славян, но кто-то из наших останется за бортом. Вспоминая победу Пэник над Тим Дигнитас в недавнем товарищеском матче, заранее отправлять белорусскую команду в аутсайдеры я не стану. Думаю, из этой группы выйдут те, кто сможет совладать с нервами и лучше других подготовиться к игре соперников. Утешает одно — команды из одной группы попадают в разные половины турнирной таблицы плей-офф. А это значит, что славянский финал по-прежнему возможен. Мясорубка за звание чемпиона мира 2013 начнется всего через две с половиной недели. Следите за новостями и болейте за наших. А теперь новости одной строкой. 7 ноября, в день Великой Октябрьской Социалистической Революции, состоялся, пожалуй, главный матч сезона в Европейской Лиге Варгейминг. Тим Дигнитас переиграли Виртусов и практически гарантировали себе первое место по итогам онлайн-части. Кстати, Энджел Киллер, один из игроков Тим Дигнитас, активно стримит свои тренировки, как в случайных, так и в командных боях. Не упустите шанс покататься с ним в одной команде. А вот игрокам Na'Vi одних стримов мало. На днях ребята выпустили небольшой фильм с левшой в главной роли. Ну, что сказать, молодцы! Надеюсь, за этим фильмом последуют и другие. Лично я уже посмотрел и вам советую. Закончились сразу два крупных любительских турнира. Время танков в Самаре выиграл коллектив под названием «Золотое фуфло». А чемпионом Республики Коми стала команда Кове. Желаю обеим дружинам не только новых красивых побед, но и красивых названий. 16 и 17 ноября в одном из самых крутых казино Лас-Вегаса соберутся 8 лучших команд Североамериканской лиги Wargaming. Кто выиграет второй сезон, а кто сорвет джекпот в покере, вы сможете узнать из следующего выпуска нашей программы. Напоследок, не забывайте принимать участие в нашем конкурсе на отбор лучших моментов в Голден Лиге. Внимательные зрители могут выиграть целый мешок золота. Ссылка в описании. А еще подписывайтесь на наш новый киберспортивный канал. Через пару месяцев наши передачи, как и некоторые другие, будет появляться только на нем. Передаю слово Левше и до встречи через неделю. Всем привет, с вами Левша и я по-прежнему боюсь камеру. В этом выпуске я расскажу вам про оптимальные сетапы для командного боя. На данный момент нельзя выбрать определенную карту, подобрать под нее максимально удобный сетап и спокойно играть. Приходится придумывать универсальные сетапы под все карты, а их без малого 9 штук. И надо подобрать такой сетап, чтобы можно было эффективно отыграть на всех картах. А таких сетапов как минимум 2. Это для тех, кто стреляет исключительно бронебойками. И для вторых, для голдострелов. Оптимальный сетап без голды выглядит так. Это 13-90, 50-100, ИС-3, 2 штуки. Т-34 премиумный и 2 Т-1. У 13-90 слабое пробитие бронебойка. И чтобы реализовать его барабан, вам надо будет заехать в корму вражеского танка. Но в целом, благодаря этому танчику, вы сможете занимать в начале боя агрессивные позиции и давать подсвет. У 50-100 хорошее пробитие как на бронебойках, так и на подкалиберах. И его можно вполне использовать на всех картах. Единственное для него неудобные карты, это степи и прохоровка. Но и на них можно реализовать свой барабан. В большинстве командовых боев вы будете играть против тяжелого сетапа. И вам не обойтись без ИС-3. У него высокое пробитие бронебойным снарядом. У него есть альфа-урон. И неплохая мобильность для тяжелого танка. Что позволит вам играть более разнообразно по тактике. У Т-34 хороший разовый урон и бронированная башня. В позиционке он будет смотреться весьма неплохо. В отличие от того же Т-32, у него высокое пробитие бронебойкой. И вам не составит труда пробить вражеские танки. О протоперах я расскажу чуть-чуть позже. Теперь поговорим о сетапе, где игроки стреляют голдой. Но в нем также остались 13-90 и 50-100. 13-90 на подкалиберах будет намного эффективней. Он без проблем сможет пробивать тех же ИС-3 на городской карте. Далее идет першинг. Преимущество этого танка – высокое пробитие подкалибером, хорошее склонение орудия, крепкая маска и высокая скорострельность. Четвертым танком отлично заедет Т-32. Его можно будет использовать как и на городских картах, в тех же бойницах, так же и на рельефных картах, где он будет иметь преимущество над своими соперниками за счет своей непробиваемой башни. Итак, выборы пятого танка зависят от ваших пожеланий. Но лично я выбрал бы Объект 416. Если вы хотите более тяжелый стаб, то берите 50-100 или ИС-3. Если более мобильный, то возьмите 90-го второго или першинга. Но я бы взял Объект 416. Друзья, что касаемо-то первых. Не пренебрегайте этими танками, берите их с собой в бой. Не так много, конечно, желающих, но находите хотя бы одного. Светляк может как избивать базу, как ее и захватывать, так и отрезать вам целые фланги. Просто так, хороо, я отрезал. В общем, на этом все. Не забывайте оставлять свои комментарии с критикой. И с тем, до следующих выпусков сделаем классную рубрику «Мастер-класс» вместе. Пока-пока. Химмельсдорф, Энск, Руи. 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 Создайте новую карту. Назовите ее Руи. 13.90. Ничего так, Танечка, вообще. Мне нравится. Эффективно, агрессивно. Злой 13.90. На этом все. Оставляйте комментарии для темы... Для какого темы? С темами для следующих выпусков. Я завид. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»